Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мама, хватит, я сама сделаю Илана, перец Да, мама Не спеши, не спеши Ложка Это сбивает, отвлекаешься на это И блюдо можешь не контролировать Иваночка Мне тяжелее, не отвлекай, пожалуйста Так, раз Два Не спеши, не спеши Я думал, что там стенка, которая не видна никогда Я думал, что там есть стена А там, оказывается, открыто Здравствуйте Вау Меня зовут Эктор У меня есть Никола, мне 10 лет, я из Киева Все говорят, что Эктор строгий Ну, с первого сезона Мастера Шавдит А он не строгий Он в меру, да Он в меру строгий, но он добрый Для кого ты готовишь? Я готовлю для мамы, для очима Ну, для всех Я для друзей даже готовлю иногда И для друзей тоже? Да Мои друзья, когда пробуют какие-то мои блюда Говорят, очень вкусно и ливал Я еще какую-то часть жизни уделяю спорту Борьбе джиу-джитсу Да Да И почему ты вирішила брати саме джиу-джитсу? Если честно, не знаю почему Я с детства любила драться Я хотела поставить за себя Потому что первые два класса Ну, в нашей школе меня постоянно обижали И мама предложила заниматься Какими-то боевыми искусствами Отже, ты володеешь боевыми приемами? Да О, ну Ну, привести пример Я была в четвертом классе Да Меня мальчик очень сильно начал обживать Я ему говорю, извинись, пожалуйста Мне неприятно Он начал опять еще сильнее И я его ударила А как и куди ты его ударила? В нос я его ударила Нет, кулаком Кулаком? Вот сбоку вот так Вот так просто? И все? Да А хлопчик что? Заплакал, мабуть? И все? Да Мне было его жалко, но Сам полез драться Я ему врезала Человек настолько уперся И не хочет даже решать словами Иногда можно Ай-яй-яй Илана На кухні часто виникают конфліктні ситуации И Но нам будет очень нравится Однако решать их силой неприпустимо Тут нужно быть дипломатом Давай пограемо Давайте Уявися, что ты директор ресторану А я кухар Мені потрібно почистити картоплю Но я Я лягачу И ты повинна переконати мене це зробити Якщо тобі вдасться Я спробую твою страву Готова? Да Если вы сейчас не почистите картошку Я вас уволю Вас больше никогда не возьмут Ни в один ресторан Быстро встали и почистили картошку Что? Пожалуйста Я хочу спать Так Держите доску Держите нож Чистите ее Скорей Что это? Ну Так Я вас лишаю премии Зарплаты на три года Быстро чистите картошку Да? Да О боже мой Я просто помню Что он давал девочке Кате такое задание Поднять его Она его не смогла поднять Я не знаю, что делать А я смогла поднять Я почувствовала себя Пописи Ага Это израильское блюдо шакшуком Чему ты вирішила Готовить саме ее? Ну оно мне близко по духу Оно из Израиля И я еврейка Не знаю почему Я его очень люблю И оно вкусное Его любит вся моя семья Вчера я три шакшуки Приготовила За один вечер А ты саме готувала пити? Ой, питы нет Я не успела За сорок пять Я пыталась все это вместить Сорок пять Но у меня не вышло Все, если с питами Сейчас двадцать Ну, попробуем Спробую Хорошо Спасибо Не за что И сел Я чуть-чуть испугалась Ладно Здравствуй Здравствуйте Попробую Что ты нам сегодня принесла У тебя преобладают помидоры, да, здесь? Да Я посмотрела много рецептов Но везде разные Где-то с другими ингредиентами Где-то без томатной пасты Но помидоры везде присутствуют То есть самый главный ингредиент в соусе Должен быть томат Да А почему? Потому что шакшука Это на основе томатов и яиц Хорошо Спасибо Ну что, пробуем? Да С перцем? Ну, если вы любите поострее То пробуйте с перцем Да, я люблю поострее Пробуйте с перцем тогда Илана, спасибо Нет, за что Илана Блюдо вкусное Спасибо большое Но я бы хотел, чтобы ты делала шакшуку и пити самостоятельно полностью Поэтому я говорю тебе нет Илана То подумал, навряд чи у цієї дівчинки є шанс Но когда я спробував Илана Я говорю Вау Да Спасибо большое Лана, ты знаешь Мы очень внимательны к деталям Ты очень правильно подобрала компоненты этого блюда И внутри я такая Надеюсь, надеюсь, надеюсь Надеюсь Я говорю тебе да Спасибо большое Я поздравляю тебя Спасибо вам большое Спасибо, можно вас обнять всех? Конечно Помочь тебе завязать фарту? Я хочу маму напугать Делать вот так Поставить и напугать Спасибо вам большое Как уж на блюда Спасибо Презентации очень хорошие Спасибо Так, буду прятать Актриса Да 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 А, вы че думать Это я уже плачать хочу Дольше одной секунды она не выдержала Да Не смогла Но, ребята, извините Я хочу яйцо Смотри Эктор, ты же только похудел Да, это моя диета Яйцо и овощи И все И все Тарас, 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 Тарас Ничего, что я тут троха заблудную. Меня зовут Тарас Панюта. Мне 9 лет с половиной. Я из Киева, но раньше жил там в Харкове. Не спеши, успею. Сегодня со мной пришел поддержать меня только папа. Не представляешь, как я переживаю? Ужас. А ты не переживай. Мама на гастролях, а папа и папа остался. Просто, понимаете, моя мама заслуженно артистка Украины. Я готовлю для судей пирог темной ядра. Изюминка в том, что он пахнет ванилой. И еще там какао, он с какао общим. Волнуюсь очень. Не сгорит торт, пирог? Оно запибикает. Еще не час? Осталась одна минута. Все, Тарас, отлично. Все получилось? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тарас, мне кажется, ты такой здивованный. Да, я такой удивленный. Я сейчас, по правде, очень волнуюсь сейчас. Не хвилюйся, все же добре. Розкажи трохи про себя. Ну, я вообще пишу. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Як таке може бути? Ти не жартуєш, ти справді пишеш книжки? Ну, да, это мое хобби. Я просто, я, мой любимый комир вообще, из тихов это Тарас Шевченко. Тарас Шевченко? Вау! Тарас Шевченко. Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на Україні милі. Щоб лади широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревочень. Поховайте та вставайте, кайдани порвайте. І сиру землю кров'ю окропійте. І мене в сем'ї великій, в сем'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути. Межлим, тихим словом. Браво! А як так вийшло, що Тарас Шевченко став твоїм кумиром? Я почала любити Тарасу Шевченка і стихи писати з дітку. Тарас Панюта Валентинович. Перший, він дуже поєтичний чоловік. Мені не подобається, але він путь його жизнений. Тому що він писав стихи, і це була його неотємна частина. А друге, що він має ім'я Тарас, як і я. Тільки відчувається фамилия і прізвище. Тарас Шевченко, а я Тарас Панюта Валентинович. А що тебе надихає на написання віршів? Як до тебе приходить муза? Муза? Ну, не знаю. Просто я читаю книжки, і тут вона ко мне прям приходить. А я несу її додому, і потім я її переписую на лист бумаги. Коли там, наприклад, коли я в машині їду куди-то за місто, там відкриваються такі природничі краєвиди. Я дивляюся таке окошко, і у мене просто починає вилітати слово за слово, і виходить стих. Тараса, а можливо, є щось, або хтось, хто надихає тебе найбільше? У мене є подружка Настя. Открою вам всю одну таємницю. Ми любимо друг друга, ну і... В будущем, в будущем хотім жениться. І я думаю, що іншої людини на світі, яка б така красива була, і загадкова на світі немає більше. Тарасе, ти такий романтик. Ти захоплюйся лише поезією, чи проза тебе теж цікава? А ще я пишу, і зараз пишу дві книжки. «Приключення фараона» і «Подорожу йому космосом». Так? Так. Наукова книжка. Там повністю розказується про космос. Щоб писати про космос, потрібні необіякі знання. Та ти їх береш? У мене є дві книжки від Люсі Гокінга і Стівена Гокінга. Ну, той, хто науководь, який знамений тим, що він повністю паралізован, тільки один палець у нього нормально двігається. Я бачу, ти дуже творча особистість. Знаєш, кулінарія – це також творчість. Як гадаєш, чи вдасться тобі досягти успіхів на нашому проєкті? Це було б стыдно, якщо б я просто, ну, далі не пройшов. І що мене заввлекло? Мені сказали, що там якийсь грушовий приз буде, то, звісно, я б не відмовлялся виграю. А що ж ти нам сьогодні приготував? Я приготував пірок з какао, он пахне ванилом, я туда ванилу трохи добавила, он пахне ванилом. Називається темна дыра, чорна дыра по-російській. Було сначала дві назви разные – зєбра, пірацька зєбра, ну, а зараз він вже називається темна дыра, чорна дыра. Ну, тому що він там чорно-белий, і вот біло – це як будь-то зори, а чорна – це як будь-то чорна дыра їх засасує. Понимаєте? Ти самку що воно в порядку? – Нет, я ще не пробовала. – Хочет? – Ага. – Конечно. Ну, как? – Ну, как на мене, він, по-моєму, вкусний дуже. – Да? – Да. – Тобто ти задоволений своїм результатом. – Доволений. А ви як? – Я? – Ти знаєш, тобі доведеться трохи зачекати, аби почути мою думку. – Угу. – Ну що ти тут принес нам? – Ну, попробуйте, він вкусний. – Ну, конечно, попробую. – Я так шо пробовала. – Я ж для этого сюди подошла. – Угу. – Ну-ка, і ну як? – Ну, ти такий хитрий. Ходиш, щоб я тебе сразу все сказала, да? – Угу. – Не скажу тебе пока, що мені більше всього подобається. – Угу. – Сохраню інтригу. – Угу. – Ну, ви, коли ви решите, не бойтесь говорити, що вам там не подобається. Я хочу просто ваше, ну, прямые чувства. Не так, щоб ви мені там чому-то прикривались і сказали неправду, а полностью всю правду сказали. – Ты можеш не переживать. Ми здесь всегда говорим только правду. Все то, що ми видим. Ти ж сам попробувала його, да? Ти вже знаєш, як дело обстоїт? – Ну, да. Ну, мені лично понравилось. – Спасибо. – Ну, здравствуй, Тарас. – Здравствуй. – Меня зовут Дима. – Как дела? – Ну, хорошо, окей. – Ты все-таки немного напряженный такой. – Да-да, я немного напряженный. – Почему ты напрягаешься? Не напрягайся. – Волнуйся. – Не волнуйся. – Ну, давай я попробую. – Пирог вкусный. – Ты знаешь, неплохо, Тарас. – Спасибо. – А, пожалуйста. Угощайтесь. – Тарас, ну, я вижу, что ты такой непростой человек. – Да. – С креативной фантазией, такой творческий подход у тебя ко всему. И, безусловно, в кулинарии это очень-очень полезно, потому что только благодаря творческому подходу рождаются самые гениальные идеи. И пирог мне твой очень понравился. Я говорю тебе «да». – Тарас. – Визуально твой десерт меня не вразил. – Но невдалу презентацію врятував смак. – Тобі так вдалося поєднати всі інгредієнти, що смак вийшов не просто гармонійним, а дуже особливим у ньому відчувається твоя індивідуальність. – Це справді смачно. – Тарас, сегодня для тебя? – Да. – Класс. – Ты действительно очень творческий, очень креативний молодой человек. Поэтому я тоже говорю тебе «да». – Спасибо! – Я не могу отобразить почуття, которые сейчас в душе у меня, но я одним словом – я счастлив. – Поздравляю. – Спасибо! Я очень счастлив сейчас. Сначала было такое маленькое. Сначала счастье просто. Чисто было, когда мне два судей ведь повело еда. А потом, когда еще третий ведь повел. – Ах! – Просто я оказался в раю на лежаке в Гавайях с коктейльем в руке. Ну, это классно просто. Такие чувства переполняли меня. – Спасибо огромное! – Будем обниматься? – Спасибо! – Спасибо! – Дуже дякую! – Профессор! – Спасибо! – Красная бабочка, красный мастер-шеф. – Молодец! – До побачья! – До побачья! – До побачья! – И, кстати, привет на вам аппетита! – Какой классный вообще! – А… – СМЕХ – Ах! – Ну что, ты доволен, да? – Да. – У меня три судеб сказали «да». – Ничего себе! – Так это то, ради чего мы сюда приехали? – Да, все три! – Прекрасно. Я не могу отразить свои эмоции, но сразу говорю, на все сто. Они счастливые. Я вам скажу одно правило. Если вы хотите победить в чем-то, думайте, думайте, что вы победите. Что вы думаете, так оно и сбудется. Я думал искренне, что я победу. Ну, победит. Утремную победу. Когда мама и папа даже говорили, что если, Тарас, если там ты не пройдешь, то я сразу же начинал говорить, пройду. То есть я их перебивала, сразу же говорю, пройду. Я Маша Сирота из города Гостомеля, это Киевская область. Это рис по тайски, очень любимое мной и моей семьей блюдо. Готовлю его дома довольно часто. Буквально вот в эту среду, это позавчера было, я смотрела «Мастерша в шесть» по телевизору. И я не могла поверить, что я окажусь на этой кухне. Это для меня что-то было таким неосезаемым. Я была в шоке, когда туда попала. Эти высокие потолки, эти часы. Я когда это увидела, меня просто так немного дух захватило. А потом начались вот сплошные переживания. Очень многие переживания по поводу того, что я не успею. Смотри аккуратно с водой. Сейчас. Много воды. Я вижу, что много взяла. Вложу этот рис. Сейчас я понимаю, что неправильная пропорция воды. Спокойно. Возьми, пригладь лопаткой, пусть он вот так, пригладь его лопаткой, пусть он равномерно пропаривается. Воды слишком много. Мама, время. Четыре минуты. Четыре? Слей лишнюю жидкость в раковину. Когда я поставила вот круглую форму, я засыпаю тут этот рис. Я понимаю, что из-под круглой формы вытекает тут тупо жир. Тарелка жирная, это все полный ужас. И крах. Мама, не получается. Не нервничай, спокойствие, только спокойствие. Тарелка жирная, это все полный ужас. Очень приятно познакомиться. Очень приятно. Первое, что я заметила, это был вот превосходный сегодняшний пиджак у Эктора. Зеленый бархат на воротнике. И там были какие-то моменты узорчиков, таких миленьких, что я такая думаю, ну сразу видно мастер-шеф, дети. Расскажи нам тришки про Машу. Кто такая Маша? Маша у нас любительница альтернативного рока. Да? В основном в моем плейлисте находятся такие группы, как The 30 Seconds to Mars, The Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Green Day, Skillet, Metallica. Мое осведомление сроком началось позапрошлом году, когда я пошла на концерт в Соте Seconds to Mars. И мой день это сплошные наушники, вот школа наушники, везде наушники, конечно не на уроках, но на переменах вот сплошные наушники. То выходит, что ты весь час слухаешь музыку, а с однолитками, когда спелкуешься? Не со всеми мне интересно. У меня нет друзей, нечем поговорить с людьми. Почему? Мои одногодки слушают поп-музыку. Как я могу общаться с кем-то там, если они все слушают попсу, а я рок. Я люблю готовить, а не погулять, я люблю играть на гитаре. В то время, как некоторые девочки из моего класса увлекаются общением с мальчиками. Я вчера шла со школы домой, и мне говорит девочка, которая у меня ногой старше, для меня это, говорит, мне все говорят, какие у меня крутые отношения, я говорю, заведите им свои, потому что для меня это дикость, когда в 14 лет у тебя ни разу не было отношений. Я думаю, люди, вам по 13-14 лет, о чем вы думаете? Ну серьезно. Надо думать как бы о чем-то более возвышенном, чем как ухлестнуть за каким-то малолетним мальчиком, у которого в голове нет ничего. Пытаюсь как-то развить себя. Какой-то месяц играю на гитаре, в следующий месяц я играю на гитаре и уже там пишу стихи. Я обожаю писать просто, вот обожаю. В основном это психологические такие романы. Основным сюжетом есть грусть и сравнение человека с упавшим деревом. Некоторые люди похожи на упавшие деревья. Их все замечают, но они мертвы для людей. Иногда я себя чувствую как упавшее дерево. Наверное, каждый человек когда-то в жизни чувствовал себя как упавшее дерево. Альтернативный рок, панк, психологичные романы. А навіщо тобі тоді мастер-шеф? У меня есть мечта, я хочу написати свою книгу вегетарианских рецептов. И для этого мне нужно образование. И вот я решила попробовать себя в этом. Так как я веган, я не ем мясо и продукты животного происхождения, рыбу, морепродукты. Я поддерживаю очень животных. Животные – это для меня вот мое все просто. У меня дома 8 котов, 2 щенка. Тоді що ти плануєш робити на мастер-шеф? Адже тут доведеться не лише готувати, а й куштувати продукты тваринного походження. Мастер-шеф – это моя мечта. Начинаю где-то с 6, 7 или 8 лет. Поэтому я довольно, ну, приготовилась к этому эмоционально. И я решила, что для этой передачи я готова даже готовиться. А что ты нам сьогодні приготовила? Это рис по-тайски – одно из моих самых любимых блюд. А чому тарелка так обрудна? Это потому, что в последний момент вытекало очень много жидкостей из моего риса. Я пыталась ее как-то утихомирить. А я думал, что такие творчі люди, як ти, набагато уважніші до деталей. Это же как поставить диск нирвани и забыть увемкнуть гучность. То есть ничего. А рис ты який використовывала? Это был пропаренный длиннозернистый рис. Дивно. Цю страву зазвичай готують с рисом жасмин або басматі. Дивно. Спасибо. Дивно. Что случилось? Я, наверное, перенервничала, не совсем все правильно сделала. Того долила, того перелила, того не долила. И поэтому получилось не то, что я хотела. Да, Мира. Подойди ближе и успокойся. Это было, наверное, что-то из резряда вот самых... Даже, я думала, самое приятное это будет ощущение, когда ты говоришь с Эктором. С Дмитрием мне было очень приятно говорить. Ты юная леди с очень большими знаниями. Береги это. Ты очень яркая личность и индивидуальность. Когда я учился, когда я уже получал профессию, мне тоже хотелось выделяться. Я выделялся всевозможными способами. И я покрасил себе волосы зеленой тушью. Я тоже красилась. Я красилась и зеленкой, и фукорцином, и синенькой. До такого у меня не доходило. Все были в шоке с моих волос. Просто в шоке. Все говорили, что это глупо, некрасиво, многие. А я говорила, что это стереотипное мнение. И что любая девочка имеет право стричься так, как ей нравится. И стриглась я тоже лично сама. Ты хочешь выделяться, и у тебя это неплохо получается. Какие соусы ты использовала? Соевый соус. Но это совсем не тот вкус, который я хотела передать. Извините, мои нервы меня когда-нибудь добьют. Это не то, что я хотела передать в этом блюде. Не те вкусовые ощущения. Маша, очень хорошо, что ты это осознаешь. Спасибо тебе. Потом подошла ко мне Татьяна. Пленки помидоров, видишь? Морковь одна нарезана таким способом, другая другим. Это как ноты, знаешь, не в попад. Ваши комментарии полностью сказаны по делу. Это была правда. То есть там полностью объективизм. А я очень люблю людей, которые оценяют все объективно. Маша, смотри, растерялась. Рис не тот. Я не вижу этой готовности в тебе. Поэтому я говорю нет. По твоему блюду есть к чему придраться. Можно долго поговорить о первоначальной задумке, презентации. Но только зачем? Зачем, если все было очень вкусно? Я говорю тебе да. Спасибо большое. Как известно, истина у деталях. Я понимала. И довгозернистий рис, який ты обрала для цієї страви, то ося кількість рідини відіграли вирішальну роль. Адже, якби ти обрала стандартний підхід і використала рис жасміна або басматі, то він би неодмінно став клейким. А для довгозернистого рису цієї кількості води виявилося якраз у миру. И тому він зберіг свою форму. Я тебе говорю да. Нет, честно. Я не сплю, да. Зазвичай люди, які мають свою індивідуальність, ідуть тернистим шляхом. Проте в кінці на них завжди чекає нагорода. А це твоя нагорода сьогодні. Дякую. Главное не закінчити, як короткабінь. Поздравляю. Спасибо. До свидания. До встречи. Знаеш, кому она мене напомнила? Маленькую Земфиру. Да. Да, это правда. Скажи. Ее невозможно забыть. Вот если один раз ее увидел і пообщався с ней, це такий слід навсегда в жизни. Вова, давай, молодец. Володь, у тебе є час. Все, все в порядку. Стеж. Володимир, десять мені років. Щоб веселитую маму почав готувати. Ось він майже рік захоплюється кулінариєю. І він сьогодні готується улюблену страву нашого тата. Куряче філе в сиреному соусі. Здрасте. 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 Меня зовут Ектор. Меня Владимир. Приятного вам апстита. Дуже дякую. Понравился Ектор за то, что было очень веселым. И чтоб, ну, у него такая крутая бородка. Чому ты вирішил прийти на мастер-шеф? Ну, моя мечта увидеть вас, троих всех судей. Это моя самая большая мечта. Ну, от, ты нас побачил. Можна уже и додому. Я тебе полеси. Чи це не все? Я хочу очень вас удивить своим блюдом. Я бачу, що ти справжній оптиміст. Да. Я люблю жизнь. Да? Да. За то, что я живу сьогодні. За то, что у меня есть мама, папа. За то, что я вас увидел. Що ще ти любиш? Бабушку, дедушку, рыбалку, рыбу, котов, собак, машина, велосипед, мотоцикл, ролики, скейт. Люблю, как птички весной поют. И люблю еще быть в школе. Честно. А як таке може бути, що ти любиш усе і усіх? Так, может быть, у меня мама всех любит. И я думаю, это передалось генетически. Це просто чудово. А як, зазвичай, ти виказуєш свою любовь? Обнимашками. Да? Да. Идите ко мне. Обнимашки. Сумно, обнимашки. Очень сильно обнимашки. Ого. И так хорошо. Супер. Спасибо. Пара мисс колега. А для колег моих обійми лишилися? Чи ти їх не любиш? Люблю. Я тоже хочу. Могновенные обнимашки. Сильнее. Сильнее. Ого, ничего себе. Это сильный какой. Спасибо. Ого, ничего себе. Осторожно, Дима. Он очень сильный. Обычный. И сильнее. И сильнее. Да. Сильный. Ага. Мне это помогло меньше волноваться. Что ты нам сегодня приготовила? Это куриное филе в сырном соусе. Когда Эктор попробовал мое мясо, на нем было сначала такое немножко скребление. Я смотрю на свое мясо, думаю, не дай бог, не дожарилось. Но посмотрите. Мясо доброе пропеклося, курка соковита. А соус ты куштовал? Эм, нет. Хочешь? Давайте. Ой, старостно. Да ничего. Немножко так много специй, я думаю. Спасибо. Вам спасибо. Эктор ушел на свое место, я подумал, что плохо? Я не понимаю. Здравствуй, Вова. Добрый день. Меня зовут Дима. Меня Вова. Очень приятно. Очень приятно. Как у тебя дела в школе? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень. В школе хорошо, в жизни хорошо. Такой весь веселый, такой у тебя румянец живой на щеках. А как тебе удается оставаться таким постоянно позитивным, радостным? Ну, у меня очень много друзей, которые меня подбатривают. И они мне, ну, как бы помогают жить. Понятно. Хорошо. Давай будем пробовать. Я наблюдал, как он режет это мясо за таким отлицом. И я вот так вот крутил руки постоянно. И я дужей нарвував. А почему подаешь с лимончиком? Это для декора просто. И еще, если честно, на всякий случай положила, если соус будет соленый. Чтобы вы могли закусить. Закусить лимончиком? Да. Отлично. Ну, спасибо тебе, Вова. И вам. Кто тебя больше всего поддерживает? Мама, папа, сестра двоюродная, бабушка, дедушка, еще бабушка. Ну, у меня очень богатая семья. По счастью. Здорово. Ну что ж. Сырный соус? Да. Первый раз вижу на кастинге сырный соус. Правда? Угу. Как вам? Ну, какой ты хитренький. Что? Все хочешь сразу узнать и разведать. Спасибо. Сердце выскакивает. И тут ты начинаешь думать, да или нет. Ну, вам понравилось мое блюдо? Вова. Да. Я завжди кажу, що готувати потрібно з любовью. Якщо ти злий, роздратований, то істрава вийде невдалою. Коли щасливий і в доброму гуморі, то неодмінно буде смачно. Да. Увесь твій оптимізм, він тут, у твоїй істраві. Вона легка, вишукана і смачна. Я говорю, да. Спасибо вам. Сам Виктор мне сказав, да. Ух! Вова, ти такий светлий, ти такий щастливий. І поэтому ти готовиш вкусне блюда. Спасибо. Поэтому я тоже говорю тебе, да. Спасибо. Вова, у тебя прекрасный сырный соус. У тебя есть два «да», і я присоединяюсь к ним, у тебя вже є третє «да». Но! Вот этот белий фартук, ти же за ним сегодня сюда пришел? Да. Да? Ты получиш при одному услові. Я хочу еще обнимашки. Бегу. Ой, через лето. Обнимашки. Обнимашки. И еще. І ще. А-а-а-а-а. І ще. Спасибо. Молодець. Владимир, ясно солнышко. Ура. Ура! Я получил этот заветный фартук. Очень рад. Сердце выскакивает из-за радости. Одевай! Так. Мне стыдно, и я до сих пор не научился завязывать шнурки. Ну, я надеюсь, что ты… Обещай, я научусь. Надеюсь, что ты продемонстрируешь мне, когда мы в следующий раз увидимся. Есть цель. Договорились? Да. Все, беги радуй маму. А-а-а! Молодцы. Витаю тебе. Спасибо. Нам еще иногда нужно учиться у таких детей, которые находят счастье во всем. Его ничего не беспокоит. Он просто счастлив. Да. И еда получается мега вкусная. Вот как сегодня. Смотри, как классно приготовил эту курицу. Молодец. Так. Любовь – це безпрограшный ингредиент. А чем же приправлять свои стравы наши наступные участники? Руколаза яла. Зрозуміло. Але давай спочатку про себе. Ну, наприклад, згадай свою першу страву. Мои родители уехали на речку со своими друзьями. А я стояла дома одна. Да. И поэтому захотелось просто приготовить. Это был омлет, конечно же. Омлет? Да. Потом мама прийшла. Маша, это ты приготовила. И в результате все ела вот так. Ммм. Ммм. Как вкусно. И там, мабучко, там отдавали. Еще кусочек аськинику дала. Это мои собаки. Хорошо. Что ж, побачимо, как ты готовишь сегодня. Бачишь, ты погано зачистила печеньку. Он подгорел. Это много олий. Это псует траву. Мята у тебя уже умерла. Баклажан сырый. Предлагаю еще поработать над своими знаниями. Сьогодні цього замало, аби почути від мене так. Я говорю тебе нет. Я змушеный сказать и не. Но я говорю тебе тоже нет. Спасибо. Все, нормально. Не застроились. Шенька, Шенька, все в порядке. Чего там? Все, все, все. Порестай. Порестай. Не прошло. Маринка, давай. Для тебя все хорошо. Меня зовут Марина. Мне 13 лет. Я из города Запорожья. Я хочу приготовить стейк по рецепту Гордона Рамзи. Карамельный соус и овощи. Белый фартух обязательно достанется мне. Я уже разнодоналась, потому что я поскорее хотела увидеть судьи, собственно. Здравствуйте. Марина, ты держишь стейку, как профессиональный бойец. Все. Занимаюсь каратэ. Я выступаю на очень многих чемпионатах. Вау. Не каждая девочка занимается каратэ. Ну, я считаю, в этом и особенность моя. Ну, потому что, ну, куда? Ну, ладно, парни, прически, там, куколки. Ну, и зачем? Покидай! Каратэ – это дух. Боевой дух, настрой. Физически вы можете побороть даже Еракла. Я пошла в первый класс. Мы сидели на продленке и нам сказали, а будете заниматься танцами? Ну, и все такие, ну, будем, будем. Я такая, я буду заниматься каратэ. Мы тренировались два месяца. Чемпионат Украины, собственно, который сейчас проходит здесь. Я заняла два первых места. И я, наконец-то, пройшла на чемпионат Европы. Понимаете? И я обещаю, что я буду победителем второго сезона «Мастер-Шеф-дети». А тебе, когда-нибудь, доводилось использовать каратэ для самозахиста? Может, кто-то насмелился до тебя задираться, а ты ему так… Ха-ля! К счастью или к сожалению, если они ко мне не лезут, ну, что ж я их буду трогать? Ну, это неправильно, бить людей. Эктор, представьте себе ситуацию. Ну, как Эктор любит. Эктор, извините, я на вас не хочу показать, потому что у вас еще целая двадцатка впереди. Ну, боюсь сломать Эктора, потому что, ну, извините, ну, судья, ну, куда мы без Эктора? Тем более и так, вот сколько раз, так, Николая, потом Сергея поменяли, еще и Эктора. Все же таки, давай попробуем уявить, что ты прогулюешься темным парком, и раптом кто-то тебя хапает за плечи. Давай, прогулюйся. И я тебя хапаю. Боже мой. Я могу бросок, ну, извините. Не вас, Эктор. Все хорошо. Эктор, у тебя все хорошо. О, не мой. Я же тебя предупреждала. А навещу таки крутые каратисты мастер-шеф. Я очень люблю готовить, и готовлю довольно-таки часто. Готовить я начала с девяти лет, ну, это как бы не рано и не поздно. Я не стала врать. Некоторые участники говорят, что я прям в три года уже прям такой шеф в кителе, который стоит в ресторане и готовит. Нет, я не собираюсь врать. Я с девяти лет начала готовить. Я считаю, что сейчас мой уровень достаточно высок, чтобы участвовать в этом проекте. Ага, да. Что ты приготовила? Свиностейк по рецепту Гордона Рамзи з соусом карри і притушеними овощами. А тобі коли-небудь доводилось чути про такого шефа, як Ектор Хименес Браво? Слышала і много. Тоді я не розумію, чому б не приготувати щось з його остров. Я ревную. Какой Гордон Рамзи? Я не знаю Гордон Рамзи. Гордон Рамзи? Рамз? Я ніколи не чув про такого. А рецепт стейка Ектора Хименеса Браво набагато смачніший. А соус ти теж у Рамзі взяла? Чи це твій власний рецепт? У Гордона Рамзі я взяла тільки-лише стейк, а соуса почала іскати в інтернеті. А це що таке? Це кусочки грейфруту. Із грейфрутом слід бути обережним, адже він може гірчити у страві. Дякую. 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 Дякую, Марина. Мене звуть Дима. Он подошел і умственно сказав, Марина, не переживай, все окей. Тебе дуже подобається готовити, і тобі дуже подобається карате. Коли-то, можливо, буде так, що тебе доведеться вибирати. Я дуже люблю подобається. І я планирую в дальнійшем пов'язати свою життя з кулинариєю. Гейфруту ти очищала чи там подалась вот эта белая части? Нет, белую части я исключила, ну, потому що дуже горькою частиною. Обосновано. Спасибо большое. Нравится то, що ти попыталась зробити презентатию яркою. Полосочки перца выглядят симпатично, помідорчик, черри, который ти хорошо приготовила, розмарин. То есть видно, що ти действительно цельно думаєш. Дякую, я все зрозуміла. По глазам судей було нічого неясного, але вроде все ясно. Мясо в твоєму блюде, оно було великолепно. Ты молодец. І це да. Спасибо. Фу, хоч один судья скажет Да, я не уеду просто з тремя нет домой. Ты с уважением относишься к продуктам. Я вижу в тебе вот этот блеск в глазах с огромным желанием. Хочу тебя учить. Я говорю тебе да. Спасибо большое. У грейфруті є ось ця специфічна гіркота, який під силу зіпсувати будь-яку страву. Ты дуже ризикувала, роблячи його одним з основних компонентів страви. Проте ризикувала не дарма. Я не відчув жодної гіркоти. Грейфрут додав довершеного смаку стейку і овочам. Вийшло смачно. У тебе... Три? Да. Есть. Спасибо большое. Стейки не бий, будь ласка. Я не буду. А раз шо? Только внять можно? Спасибо большое. До свидания. А так? Да. Я потом запуталась, куда мне идти. Хотя вроде так просто. Выход, вот. Судьи, вот. А я запуталась. А, вон туда, девочка. Тебе туда. Спасибо. Так, я. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь у меня есть белый фартук и я теперь готова вступить в битву за звание чемпиона в мастерше в дети. Как она хорошая. Да, скажи, вот она с виду такая взрослая, боец. Видно, что она боец по жизни, что она уже многое преодолела. Очень сдержанная. Очень сдержанная. Она в спорт воспитывает характер. Я обращал внимание на руки. У нее руки ходили постоянно. Спорт, спорт, конечно. Это же кореш пола. АПЛОДИСМЕНТЫ